Всем привет, вы на канале CryptoComments, и мы мчим скорее делать новый криптообзор. Мчим по Sunset Road, по одной из крутейших автомагистралей Бали. Но недолго мчали. Поехали. А что мы тут видим на графике? Да, собственно, ничего нового пока, ничего же не произошло. Смотрите, мы все еще поджимаемся к этому сопротивлению на уровне 21.500, 21.600 по биткоину. При том, что нижние точки у нас растут. То есть мы такой вырисовываем восходящий треугольник. Прямо сейчас зеленая точка на 4-часовом сайфере. Money Flow выходит из отрицательной зоны, как мы можем видеть. Короче, все еще, ребята, жду вот этот вариант, что мы идем тестировать как минимум среднюю часть этого канала. А вообще, скорее всего, и верхнюю. Потому что мы все еще в канале. Ничего не произошло. И это прекрасно. Можно добирать позицию и ждать вот чего-то такого, на мой взгляд. Как мы это видели из истории из недавней. Буквально за последний месяц. Потому что напоминаю вам, что у нас глобально очень много разворотных метрик, помноженных на медвежий сантимент. Все это обычно дает очень-очень хороший шортсквизик. Куда-нибудь на 40 тысяч по биткоину. Ну, прикиньте, сейчас на 44. Никто же не ждет. Представляете, сколько там ликвидаций шортистов. Ой-ой-ой. Вот. Ну, а что тут говорить-то? Эфирчик. Та же самая история. Посмотрите, поджимаемся. Мне пришлось, к сожалению, пришлось разгрузить, опять же, большую часть позиций. Вот это я уже новые открывал. Их тоже вчера разгружал, потому что выводил в гребанный скам фиат, ребята. Пришлось выводить скамовый фиат, чтобы покрывать нужды, понимаете? Не везде еще пока принимают крипту, на самом деле. То есть принимают, но через косвенные шлюзы, через банковские карточки и так далее, и так далее. Поэтому, ребят, наша с вами миссия – это доносить до людей, что надо пользоваться криптой. Потому что уже много где я вижу, что реально принимают напрямую крипту. И насрать, мимо институтов, мимо банков. Просто напрямую, человек к человеку. Берешь BTC – беру. Все, красавчик. Вот, поэтому… Ну, USDT на худой конец, если вы верите в стейбл. Поэтому эфир тоже to the moon. Но, опять же, ребята, Dash еще больший to the moon. Я думаю, вы сами это видите, потому что он и так очень-очень мега перепродан. Никто не верит в Dash, все хомяки продали. При этом все мастерноды заряженные, половина монет в обращении вообще не циркулирует. Монет в обращении меньше, чем биткоинов. И посмотрите, Dash уже, кстати, пошел тестировать среднюю часть канала. Уже бодрее идет, чем биток и эфир. Уже пробился сквозь это сопротивление. Вот. Dash монет всего 10 миллионов. Или сколько их там? Битков уже 19 миллионов. Эфиров 122 миллиона монет. Приколитесь. А Dash всего реально вот 11 миллионов монет. То есть, чтобы Dash удостичь цены эфира, нужна капитализация в 11 раз меньше. Ну, в 10 там с чем-то. Понимаете, какой расклад? Вообще без заморок. Вот. Поэтому все нормально. Dash обратно в топ-5. Как и Dogecoin. Помните, все смеялись. Он тоже с 90-го места как стрельнул на 5-е. Все идет по плану, ребята. Терпение награждается. Все то же самое. Ничего не поменялось. Поэтому радуйтесь. Добирайтесь спокойно на спот. Торгуйте аккуратно. Торгую на Bybit. Ссылка на биржу в описании, как всегда. Крошеносные бонусы на депозиты. Ну и похоже, что да, мы сейчас увидим хорошенький отскок. Bitcoin Cash тоже вон бодренько уже пошел. Но опять же, они все настолько перепроданы, эти альты, что... Ну, блин. Тут еще есть куда расти. И вот фонда только что открылась. Кстати, NASDAQ ретестит предыдущее сопротивление. Ну окей, давайте все-таки рассмотрим негативный сценарий. Что если сейчас все это посыпется вниз в тартарары? Давайте прикинем, куда же может тогда упасть? Биток и эфир. Вдруг все пойдет снова не по плану. Отменяем все эти стрелочки. И смотрим медвежий сценарий. Медвежий сценарий в том, что мы сейчас делаем ложный выход. И падаем дальше вниз. Куда мы можем упасть вниз? Ну вот у нас есть ультимативное дно этого мини-цикла. Это 17700. Если мы говорим о бычем сценарии, то мы не должны пробить это дно. Вот у нас ближайшее дно на 18600. И вот мы все еще удерживаем вот этот вот минимум в 2800. Да, то есть ближайшая трейдерская, я думаю, медвежья цель, если вы увидите пробитие вниз, это ретест уровня 2800 с возможным ложным его пробитием перед возвращением в канал. Может быть такой сценарий, но я что-то в это не верю. Единственное, что я вам скажу, что эфир в таком случае, если биток упадет на 1000 или на 2000 долларов, эфир может упасть на все баксы в 400 смело. Потому что он отскочил гораздо лучше. И по эфиру вот у нас с вами есть уровень 1350, не протестированный повторно, 1030, ну и там 900 долларов. То есть понимаете, это наоборот хорошо на самом деле, что эфирах не тестируют. Это показывает силу рынка. Это показывает, что мы находимся в стадии более-менее разворота тренда. Потому что, обратите внимание, здесь у нас тренд был нисходящий. Это можно видеть вот из направления этих каналов. А сейчас у нас тренд. Похоже, что разворачивается в восходящий. Поэтому глобально не забывайте о тузамуне, о том, что есть нам еще куда расти в этом цикле. Ничего еще не закончено. Федрезерв, вся эта чепуха, это хорошо наоборот для биткоина. Инфляция, гиперинфляция, стакфляция, это все прекрасно для битка. Поэтому я придерживаюсь лонгового сценария, но с холодной головой, с риск-менеджментом, с расстановкой. Вот. И вам того же советую. Пишите в комментариях, что думаете. Пампите лайки. Добавляйтесь к нам в телегу обязательно, потому что там весь основной движняк. Всем профитролей. Скоро увидимся. Пока. Так что все, дорогие мои. Все ссылочки в описании, как обычно. С вами был Гринчис. Подписываемся на канал, ставим лайк. Жмем на колокольчик. И до следующих выпусков, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.